Встреча с коллективом Университет, по сути, достаточно неплохо развивается, и причем развивается не только в области модернизации кампусов, открытия новых объектов, но и содержательная часть у нас достаточно неплохо меняется. Напомнил ректор и о прошедшем открытии обновленного корпуса Института фундаментальной медицины и биологии КФУ в комплексе бывшего военного госпиталя. Акцент был сделан на влияние проводимых изменений на уровень подготовки студентов. С работой врачей и учителей люди встречаются чаще всего, и работа этих специалистов, по сути, является индикатором удовлетворенности населения. Далее ректор напомнил слушателям, что Институт филологии и межкультурной коммуникации КФУ неоспоримо является крупнейшим центром изучения татарского языка и культуры, а потому на подразделении лежит особая ответственность по данному вопросу. Об этом шоу в своем выступлении сказал директор Института Радив Забледенов. Если в 2017 году мы стали вторым и пока последним российским ГУЗом, которому удалось войти в топ-300 мирового предметного рейтинга КФУ в английском языку и литературе, то в 2018 году мы сумели проделаться на 50 пунктов и вошли уже в топ-250, значительно лучших своих показателей. В целом на сегодняшний день по данным Сайбал в области цитирования на одном статье в прошлых журналах по литературе Казанский региональный университет значительно опережает общероссийские, общеевропейские показатели. В своем докладе директор Института упомянул о цели этого года – повышении узнаваемости и позиционировании университета в мировом академическом сообществе. Здесь Радив Замальдинов заявил о важной роли в этом процессе инновационных проектов по продвижению татарского языка, например, «Школе Татар Онлайн». Формат образовательной интернет-платформы позволяет внедрять новые подходы к обучению студентов, формируя узнаваемое ноу-хау Казанского университета. С развитием инфраструктуры и увеличением объемов финансового подкрепления, по мнению докладчика, все это позволит достичь поставленных перед подразделением целей в рамках реализации новой стратегии КФУ. Завершая заседание, Ильшат Гафуров обратил внимание зрителей на негативные отголоски СМИ трехлетней давности относительно того, что Казанский университет попадал в так называемые «мусорные журналы». Я на это тоже осознанно шел, точно так же, как шел осознанно на поддержку вала-публикации. Сегодня это тоже можно сказать. То есть мы должны были заплатить определенное пространство. Это тоже была технология. То есть есть технологии подготовки спортсменов, есть технологии попадания в рейтинги, есть другие. Мы должны были использовать эти вещи тоже. Это не зря мы сделали показатели и СНГУ, и Санкт-Петербургским позам. А у нас же этого не было. У нас этого не было. Поэтому говорить о том, что там мусорные журналы, еще что-то. Мы этот этап прошли, и нужно было его проехать. Да, будут еще какие-то там отголоски, но все равно. Мы уже там, мы уже в этих рейтингов. Адель Шамилова, Леонард Валютияров, Неверньюс.